Если не будет Арцаха, Закавказье полностью станет составной частью Пантюркистской империи. Такое мнение выразил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики, НКР, Давид Бабаян. Он не считает, что право народа Нагорного Карабаха на самоопределение может быть оттеснено борьбой региональных и глобальных держав в регионе Закавказье. Принцип самоопределения является одной из ключевых норм международного права и неотъемлемой частью геополитики. Сейчас от Арцаха Нагорного Карабаха, очень многое зависит, без него Закавказье будет иметь один геополитический ландшафт, а с ним — совершенно иной, — пояснил он. На его взгляд, небольшой, раненый Арцах, находящийся, фигурально выражаясь, в реанимационном отделении, тем не менее продолжает существовать. Он — один из главных препятствий на пути пантюркизма. Если не будет Арцаха, Закавказье полностью станет составной частью Пантюркистской империи, после чего, как следствие, начнутся неминуемые процессы на Северном Кавказе, в Иране, Центральной Азии. По Волжье, Синцезиане, Сибири и так далее. Таким образом, пантюркизм представляет экзистенциальную угрозу для целого ряда государств, в том числе и западных, считает глава МИД НКР. В последний период, особенно после Третьей Азербайджана Карабахской войны 2020 года, констатировал Бабаян, произошло кардинальное изменение геополитического ландшафта Закавказье, в частности в регион. Непосредственно вовлечена Турция. Анкара конкретно принимала участие в оккупации части Карабахских земель. В свою очередь, Иран сегодня весьма обеспокоен пантюркистским вектором Анкары и Баку. Активность проявляет и Запад. Что касается России, именно она является главным гарантом поддержания, пусть и относительного, но все-таки мира и стабильности в регионе, подчеркнул он.